Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале, как всегда. Да, сегодня такая мрачная серая погода. Дождя сегодня вроде не обещали, но все равно мрачно, серо. Но сегодня, сегодня четверг, и проходит музейная неделя. И я решила, сегодня мы с подругой поехали в два музея. Это музей Парка Горького. Вот здесь находится в левом пилоне входа в Парк Горького. И на смотровую площадку, и в музее Высоцкого. Ну, конечно, это будет два разных видео. Я уже снимала здесь, в этом музее, и подробно там все вам рассказывала, показывала. Кому интересно, вы можете посмотреть у меня в плейлистах. Поэтому сегодня просто такая прогулочная прогулка. Тавтология прогулочная прогулка. Но сам музей совсем чуть-чуть. И просто мы с вами посмотрим на Москву, на город сверху, с высоты вот этой арки. Вот вы видите музей здесь. И вот так выглядит Москва сверху. С этой стороны мы можем видеть вот новую Третьяковку. Вон там вдалеке у нас храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому. Вон с той стороны можно увидеть Москва-сити, высотки московские. А по левую сторону сейчас вы увидите, ну там та сторона выходит на парк Горького. Там можно увидеть музыкальный фонтан и такая панорама на парк и туда на нескучный сад, на Академию наук. Ну, в общем, вот так. Вы знаете, я с удивлением узнала, что не все москвичи даже знают о том, что здесь находится на вот этой арке вход в парк Горького. Есть музеи, что здесь есть смотровая площадка. Второй раз я здесь снимаю и второй раз мне не везет с погодой. Пасмурно. В тот раз тоже было ветрено, еще холоднее, чем в этот раз. Но, к сожалению, музейные дни и недели не выбираем. Они были опять вновь возобновлены с июля месяца. У меня не получилось раньше сюда приехать четверг в прошлом месяце. Поэтому имеем то, что имеем. Вот эти вот подзорные, так скажем, трубы, которые можно посмотреть абсолютно бесплатно на Москву, приблизить все, что вам понравится в любой объект. Ну, они вообще предусмотрены расплатные, но вот мы так прочитали, что там написано «фри». И мы посмотрели с подрулей. Действительно, все видно, все замечательно, все чудесно. И все это бесплатно. Стоимость билета сюда, в музей Патра Горького на смотровую, 300 рублей. Если, по-моему, 300. Вот я не берусь, по-моему, да, 300 рублей. Это если в обычный день. Я не знаю по поводу льгот, потому что я здесь второй раз. И второй раз я здесь в музейную неделю, то есть бесплатно. Перед вами вот там вдалеке видна Москва-сити. Панорама. Вот, как я уже сказала, Академия наук там на горизонте. И вот тут вот фонтанчик. У входа, прямо сразу заходишь у входа в парк Горького. Конечно, в такую погоду гулять в парке Горького, вообще в каком бы то ни было парке, не очень комфортно, мне кажется. И на смотровой было не очень комфортно. Но если уж мы сюда добрались, пришли, то всё-таки я решила здесь поснимать, погулять. Потому что следующая бесплатная неделя будет только в октябре. Я не думаю, что будет солнечно и тепло. Поэтому чем дальше в зиму, тем холоднее будет. И в том числе и здесь. Поэтому вот так вот, если вы будете в Москве, можете спокойненько, гуляя по парку Горького, подняться на смотровую площадку. Здесь даже есть несколько таких скульптур. Вот таких вот. Ну вот это вот первая композиция. Это работа Рукавишникова, Александра Рукавишникова. Называется она «Вспоминая Ангелину». Вот я не поняла, то ли это развивается какая-то пояс, то ли это хвостик у девочки. Вообще непонятно, какую-то обнимает то ли козу, то ли барашка, то ли лошадку, то ли... Я даже не поняла, кто это, честно говоря. Вот. Ну, вот. Потом здесь ещё две композиции. Вот именно с этой стороны. Вот эта вот композиция, ну, почему-то и мальчик без ног, и лошадь без ног, называется она «На отдыхе», по-моему. А, отдых, да, отдых. Вот. Ну, а третью скульптуру я издалека уже поняла, кто это. Потому что, ну, узнаваемо, силуэт очень узнаваемый. Вот сейчас я вам покажу. Ну, если вы не узнаете, то я вам, конечно же, скажу, кто это. Вот, женщина сидит. Вот, узнаваемо для кого-то из вас. Быстренько догадываетесь, быстренько. А кто не догадался, это Анна Ахматова. Конечно же, это Анна Ахматова. Вот. Ну, и дальше просто я вам покажу виды Москвы. Давайте немножечко погуляем здесь. Посмотрим на фонтан музыкальный. И просто, вот видите, вот струи как раз бьют под музыку. Я сначала, честно говоря, не поняла, что он музыкальный. Но потом, когда послушала, вслушалась, всмотрелась, поняла, что он музыкальный. Я даже не знала, что здесь фонтан, который музыкальный. Вот что-то я как-то этот момент упустила из виду. Честно говоря, к своему стыду. Не знаю. Вон там вдалеке вы видите здание Академии наук. Там дальше потом на Воробьёвы горы. Можно дойти через нескучный сад. Эта набережная так тянется, тянется, тянется. Здесь, ну, здесь у нас уже конец площадки. Не буду вас сегодня грузить с этими историческими датами. Тем не менее, не могу не сказать о том, что арка была построена в 1955 году. Недавно была проведена реконструкция этой арки. И что музей здесь занимает площадь почти 150 квадратных метров. Ну, честно говоря, мне даже комментировать не знаю, что комментировать в музее, потому что там в основном фотографии, каким был парк в прошлом. Раньше там была танцевальная площадка, раньше там было то, раньше там было это. Это, конечно, нужно сюда приходить, смотреть. Там показывают фильм. В общем, там всё это интерактивно. Нужно внимательно смотреть витрины. Ну, не витрины, а стенды, на которых выставлены это всё. Ну, вот как-то так. Ну, вот, нормально люди обычно поднимаются через музей на смотровую, а мы поднялись на лифте и спускаемся обратно уже через музей. Ну, сам парк, естественно, был оттуда раньше. Я говорила про арку, что центральная арка была, когда она была установлена. Вот, вы видите, здесь вот, видите, пуанты. Здесь вот проходили танцы, здесь была такая площадка, сцена. Вот фотографии. Кстати, было очень красиво. И здесь вот показывают фильм. Ну, его здесь плохо видно на стене. В каждом зале показывают фильм. Вот так вот выглядела сцена, видите? Вот так вот через, вот, такой островок. Здесь вот история всего этого. Всё это рассказывается, показывается, документы. На стене висит описание историческое, вот, что, как построена архитектура. Генеральный план в 20-е годы был построен, смена архитекторов. Здесь, кстати, работал Константин Мельников, Лисицкий и Александр. Да, Мельников – это тот самый, который я вам показывала. У меня есть дом, дом Улии. Дом Улии недалеко от Арбата. Вот, кстати, архитекторы здесь. Здесь три портрета. И так на каждом этаже. И когда спускаешься между этажами, здесь висят такие советские лозунги всякие. Сейчас я вам покажу. Вот. И вот такая вот интересная штука здесь стоит. Это парашютная вышка. Здесь написано, что на неё нужно смотреть в каких-то особых очках. И тем, у кого проблемы с давлением, с вестибулярным аппаратом, лучше не смотреть, потому что может закружиться голова. И лучше держаться за вот эти поручни. Но, честно говоря, я не поняла, какие очки должны быть здесь. В каких очках надо смотреть. Вот, видите, мочет парашютной вышки 30-х годов. Виртуальный прыжок с вышки может вызвать головокружение, тошноту и рябь в глазах. Не рекомендуется людям, страдающим повышенным давлением, средствами сосудистыми заболеваниями. И рекомендую держаться за поручни. Ну, видите, здесь никого больше, кроме нас, больше не было. И взять эти очки мы тоже не поняли, к сожалению. Но вот, если вы придёте сюда, вы можете поинтересоваться, как это на самом деле всё происходит. Потому что, на самом деле, интересно, конечно, виртуальный прыжок с парашютной вышки. Ну, почему бы нет? На мой взгляд, это очень интересно. Вот один зал музея. И ещё один зал чуть пониже. Это... Ну, на первом этаже там ещё девушка с веслом, как всегда, встречает посетителей. А это, вот, вы видите, лозунги всякие советских времён. Это вот так вдоль ступеней, вдоль лестницы, когда спускаешься, там это всё можно прочитать тоже. Ну, и при входе, да, и на лестнице. Страна должна знать своих героев. В наше время быстро мчится нам от этой все пути, чтобы учиться веселиться и подсолнышком расти. И таким вот полотном сверху вниз проходит эта лента красная с цитатами. Ну, вот и всё на сегодня, что я хотела вам показать и рассказать. Всем большое спасибо за просмотр. Я жду вас всех на своём канале. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя прогулка. Всем большое-большое спасибо. Я всех вас жду. Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Кстати, в этом музее есть лифт. Кому тяжело ходить по лестнице, между этажами можно подниматься на прозрачном таком лифте. Это вот как история создания этой территории парка Горького здесь на первом этаже. Вот на втором этаже. Как это всё было. И вдоль стен тоже описывается история этого места. Что здесь было, как здесь было. И как всё это менялось и строилось. И вы видите, экран тоже здесь показан. Показывает всё. Можно посмотреть всё это, как строилось и всю историю проследить. Так вот, здесь есть лифт. Если кому-то тяжело подниматься, то можно подняться на лифте. Но на саму смотровую площадку можно подняться только буквально два пролёта ступенек. Всё равно по лестнице надо подниматься. Ну, а здесь фотографии, которые я вам рассказываю тоже об истории этого места. Здесь был каток. Я уже сказала, танцевальная площадка. И так далее, и так далее. И вы можете сюда прийти и всё, если кому-то это интересно, и изучить. Потому что нашей целью сегодня была больше смотровая площадка. Захотелось нам вот посмотреть на Москву сверху. Ну, теперь точно всё. Всем большое спасибо. До свидания. До встречи. Будьте здоровы. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, всё. Пошли. Пошли. Шесть и десяти пятилетия. Пошли. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...